Продолжение следует... ...на нашем новом вебинаре, который называется «Интернет как болезнь культуры, анамнез и диагноз». Сегодня, судя по всему, нас ждет очень интересная и креативная тема, и даже в честь нее, я смотрю, Константин Николаевич изменил оформление презентации, оно такое более креативное стало. Ну, а перед вебинаром, как всегда, я пару слов скажу общих. Те из вас, кто вошли не сразу по началу захода в вебинарную комнату 15 минут назад, я предлагаю отмотать чат в самое начало, там вы увидите две полезные ссылки. Первая ссылка – это расписание наших вебинаров на первое полугодие 2017 года. В этом расписании вы можете зарегистрироваться на все вебинары, которые будут проходить вплоть до конца июня 2017 года, а также посмотреть записи всех вебинаров, которые были проведены. Вторая ссылка – это ссылка на наш видеоканал в YouTube, на котором вы можете посмотреть записи вообще всех вебинаров, которые проводились, компания Директ Медиа, учебные ролики и много другой интересной видеоинформации. Для тех, кто впервые пришел на наш вебинар, я хотел бы пояснить, как можно работать с ресурсами вебинара. В частности, как можно скачать презентацию. Посмотрите, пожалуйста, в правый верхний угол. Сейчас я укажу стрелочкой туда, потом сотру. Вот примерно в этом направлении вы можете найти ряд кнопок «Поднятая рука», «Смайлик» и третья кнопка – это открывающаяся желтая папка. Вот если вы на нее нажмете, то появится окно «Ресурсы». В этом окне есть ряд ссылок, и наша сегодняшняя презентация, она обозначена слева на микрофон. Но я не основной сегодня докладчик. Так что, вот так лучше? Раз, два, три. Так лучше звук? Хорошо. Да, и так, в окне «Ресурсы» вы можете скачать презентацию, нажав на изображение дискетки перед названием презентации. Обращаю ваше внимание обязательно именно на дискетку, а не на саму надпись, потому что иначе тогда ничего не получится. Ну и, да, я хотел бы представить вам два следующих наших вебинара. Сейчас я воспроизведу их в чате. Первый вебинар состоится 18 апреля. Будет он называться «Программа по школьной литературе в некраслому чтению. Литературные ресурсы ЭБС Библиошкола». Проведет ее наш редактор Леонид Сурис. И второй пройдет 19 апреля. Называться будет вебинар «Как организовать проектное обучение в ВУЗе». Проведет его Дмитрий Кречман, директор по маркетингу компании «Гиперметод». Это обещают быть интересными эти вебинары. Приходите, регистрируйтесь, пожалуйста. И последнее, что я хочу объявить, это то, что все присутствующие на вебинаре получат бесплатный именной сертификат. Ссылка на скачивание придет по почте, по этой ссылке, по тому мейлу, под которым вы зарегистрировались. По ссылке надо будет перейти на наш портал, там зарегистрироваться или войти, если вы уже там зарегистрированы. И вам станет доступна ссылка на скачивание вашего именного сертификата. Рассылка придет вам в течение одного-двух дней после окончания сегодняшнего вебинара. Ну, а на этом мои вводные слова заканчиваются. И я приглашаю в эфир Константина Николаевича Костюка для озвучивания сегодняшней темы. Спасибо. Дорогие коллеги и друзья, благодарю всех, кого заинтересовала моя тема и кто пришел сегодня на мою лекцию. Это не обязательно вебинар, чисто просветительский и обмен своим опытом, своими размышлениями. Ну, и несмотря на такую провокационную тему, которую я заявил, интернет как болезнь культуры, конечно, речь не пойдет о закрытии интернета. Я не депутат Милонов, а наоборот. Уже 15 лет являюсь интернет-издательством. Мы одни из первых электронных издательств возникли. Но, тем не менее, речь пойдет о реальных проблемах, о тех вещах, которые можно и стоит исправить, именно для того, чтобы не закрыли, чтобы никаких угроз интернет в себе не таил. Я построил свою лекцию из нескольких частей анамнеза, как предыстория и объяснение причин, диагноз, суть проблемы и болезни, лечение, то, что нам нужно будет делать. Ну, и говоря о культуре, сразу скажу, проблема не для всей культуры, наверное, лежит, но для особого вида и взгляда на нее, да, прежде всего, культуры как творческий процесс. Вот именно там существуют угрозы и какие-то проблемы. Ну, а начать я хотел бы как раз довольно традиционно, с пугалок, так сказать, которые, вот сколько не существует интернет, почему-то постоянно появляется. С одной стороны, мы живем в эпоху триумфа интернета, дождались его. В мире сегодня, например, интернет охватывает уже 50% населения, 3,5 миллиарда. Это огромная величина, а в России вообще более 70% вполне в русле развитых стран. При этом молодежь пользуется особенно значительно, практически вся молодежь, 97% по опросам, так или иначе пользуется интернетом. Уже дети проводят в интернете около 8 часов в день, а подростки 13-18 лет проводят в интернете вообще около 11 часов в день. Конечно, это колоссальные цифры, если мы об этом задумаемся. И сам формат жизни, вот такой факт тоже я где-то вычитал, 90% времени ребенок не отдаляется от мобильного телефона больше, чем на 1 метр. То есть он все время рядом, он все время на контроле. Уже эти вещи показывают, насколько меняет образ жизни интернет, нашу повседневность. Но при этом, и вы прекрасно знаете, родители постоянно предостерегают от активного доступа детей к интернету. Здесь и работа ведется информационно, и каждый родитель думает, как решить эту проблему. Каждый старается предпринимать какие-то меры, чтобы оградить детей от интернета. И сплошь и рядом возникает проблема интернет-зависимости, когда этот интернет уже действует деструктивно. Это все говорит о том, что бывают блага, которые для всех очевидны и бесспорны. И все радуются. А вот интернет с самого начала своего существования, он возникает такую, рождает такую настороженность. И она имеет реальное основание. Сегодня уже можно видеть, какой объем вот этих вот опасностей, которые нас подстерегают вместе из интернета. И что они могут в любой момент прорваться, что называется, и действительно означать некую катастрофу. Ну, перечислю вот просто, чтобы мы видели, что это действительно со всех сторон. Это вот психологические зависимости, которых я сказал. Опасность негармонического развития для детей. Вообще такая опасность виртуального детства, отрыва от реальности есть. Это запрещенный контент сплошь и рядом, порнография. Мы помним в начале развития интернета, да и позже чуть ли не треть трафика составляла вот эта самая порнография из интернета. В целом, свободная коммуникативная среда для развития экстремизма, терроризма, различных видов сектанства. Вот сейчас обсуждается и формы, как суицид используют интернеты различные, злонамеренные деятели. В общем, с этими фактами мы сталкиваемся повсеместно. Даже вот организация терактов, мобилизация экстремизма, это все тоже рядом с нами происходит. Активизируется киберпреступление, хакинг. Это вообще нависает, как некая тоже такая глобальная опасность. И хакеры становятся все более могущественными. Это тоже мы читаем каждый день в новостях. В целом, свободная общественность все чаще вспоминает о подрастающем большом брате. Это киберконтроль, это та же бигдата, вторжение в личную жизнь, сбор или воровство персональных данных. Опять же, такие укусы, которые еще пока чувствительны, но не болезненны. Но всегда могут стать такими чрезмерными. Ну и вообще, манера, анонимность, закрытый темный интернет, который Тора и прочие, который недоступен любому пользователю. Пропаганда, ведущаяся через интернет. Вот эти боты, сама нездоровая коммуникативная среда, которая часто возникает. Вот я читаю новости, иной раз просто поражаюсь в комментариях, в всяком случае русскоязычными интернете. Но это, знаете, такая площадная брань сплошная. Такого в жизни реально никогда не услышишь, как то, что можешь прочитать там под огромной частью всяких статей и материалов. Это все, конечно, очень странно. Ну и повседневное нарушение законодательства об интеллектуальной собственности. С этим мы живем нормально, а она, между прочим, там тоже коренятся ого-го, какие последствия. Так что совершенно логично, что потихоньку от всеобщего восторга, даже в публикациях, в книгах, я слежу, общее настроение переходит от такого умилительного восторга к довольно осознанной предосторожности. Перемена, так сказать, глобальная даже перемена настроения происходит сегодня. И мы должны оценивать эволюцию интернета, понимать, что мы сейчас в особой точке находимся этой эволюции. Если начиналось все 90-е годы, это было время мечтателей, хакеров, каких-то там достаточно романтически настроенных, можно сказать, интернет-хиппи, одиночек. В 2000-е годы это было уже серьезное расширение, был и кризис даткомов, ну и именно тогда произошло индустриальное освоение интернета, сетивизация всего и вся. Мы вступили с вами уже в 2010-е годы в процессы, которые вообще меняют информационно-индустриальную среду нашей повседневности. И главный из них фактор – это постепенный приход на сцену поколения Z миллионеров, то есть молодежи, уже выросшей внутри и на информационных технологиях. И много тут существует всяких оценок о том, что это поколение несет в себе. Ну, собственно, и мои размышления касаются тоже этого. Вот, а в следующем поколении будем ждать четвертую индустриальную революцию, о которой уже давно говорят большевики. Это совершенно уже полная, так сказать, оцифровка и цивилизации, и всей нашей деятельности. И надо тоже понимать и ждать, что мы вместе с этим ждем. Здесь бы я привел теорию положения Мануэля Кастельса, одного из главных теоретиков информационного общества, который говорил о трех этапах освоения технологий, ну, любых практических технологий. Это открытие технологии, которое примерно в одно или несколько поколений происходит. Это знакомство с этой технологией, постепенное ее проникновение. Вот это то поколение, с которым мы принадлежим мы с вами. Ну, и уже полноценное, тотальное внедрение, всеобщее освоение технологии, оно проходит дольше. Одно-три поколения, по сути дела, оно начинается на наших глазах. И мы еще не знаем те последствия, что действительно будет стоить вот такое тотальное проникновение этих информационных технологий, которые мы с вами открыли и продвигали. Но уже ясно, что интернет это не игрушка, это не просто СМИ, а некая новая коммуникативная среда. Вообще основа следующей технологической волны, основа тех изменений, которые будут менять всю нашу жизнь и весь наш быт. В том числе менять нашу психику, менять социальные институты и даже нашу историю. Добро пожаловать в эпоху интернета. Я бы здесь хотел остановиться и обратить внимание, что мы с какой сущностью вообще, в чем сущность вот этих новых технологий, этого нового дивного мира. Если говорить кратко, здесь я едино с другим теоретиком Маклюином, что это есть пришествие электронной эпохи. Он в середине 20 века только провозгласил, имел дело пока с телевизором, но знал бы он, что произойдет в наше время. Было бы очень интересно. Так что это все развитие того, что он открыл. А я бы для более детальной продумывания вот этих вещей, о которых я скажу, отослал бы к своей книге. Книга в новой медийной среде. Там есть более подробные размышления о том, с чем мы имеем дело. Хочу обратить внимание, в любом сообщении коммуникации мы имеем дело с носителем ее. Будь это камень или бумага. При сообщении мы сталкиваемся со свойством этого носителя. Или вот та же бумага. Прекрасные, совершенно особые свойства, особый мир. И точно так же, общаясь с компьютером, мы связываемся с совершенно особой материей, которая в данном случае вообще принципиально отличается от того, что мы имели раньше, от некой предметной материи макромира. Будь это бумага или холст или что угодно. Здесь происходит вторжение в нашу жизнь микромира. То есть, материи основаны совершенно на других свойствах. На скоростях, на свойствах электронов. И вот те вещи, они в общем-то в чем-то чудесные и совершенно для нас раньше были недоступны. Например, это дистанционная передача, когда можно вообще на других континентах получать информацию. Это световые скорости, с которыми человек никогда раньше не имел дело. Возможность тоже все это мгновенно передавать. Это, глубже говоря, вообще полупроводниковые технологии преобразования энергии, которые, собственно, и составляют основу компьютерных технологий, в том числе микропроцессоров, которые создали наш цифровой мир. Ну и вообще управление сложными робототехническими комплексами, которые составляют суть грядущей четвертой индустриальной революции. Уже перечисление этого показывает, с чем мы имеем дело совершенно для нас незнакомой реальностью. По сути дела реальность квантовых энергий микромира. И мы знаем, что этот мир не исчерпаем в своей энергетике. Вот одно из наших знакомств с этим миром. Атомная энергия, атомный взрыв. Можно представить, о какой мощи идет речь. Ну а в мирных целях мы тоже уже видим последнее поколение. Материальный рост каждого поколения, по сути дела, сопоставим с развитием всех предшествующих поколений. Вот такой энергичный рост дает знакомство с этим миром. И нам это может быть не очень заметно. Но уже сегодня, конечно, очень многое в нашем мире управляется вот этим самым невидимым миром электронно-цифровых технологий. И хотя мы имеем дело с предметами, планшетами или какими-нибудь аудиотрансляторами, телевизорами и так далее. Это все предметы. Но надо помнить, что это всего лишь продукты электронно-цифрового производства. Это, по сути дела, тот язык, который мы только можем понимать. Язык предметного мира. Но говорит с нами на этом языке мир совершенно другой. Электронный. То есть, в данном случае, практически в каждой точке технологий нашей жизни происходит пересечение и соприкосновение нашего мира и мира электронно-цифрового. Мира нам неизвестного. Мира таинственного. И вот из встречи таких двух разных реальностей можно ожидать много. Но прежде всего, вот такой контакт, это вообще некий магический, мистический акт. Таинственный акт. Вот я специально так трактую это, чтобы мы поняли, что за этим стоит. И тоже некий трансцендентный опыт, в части даже религиозный опыт, который нами сегодня практически никак не осмысляется. А вот стоило бы вспомнить аналогичный опыт, скажем, тысячелетий, средневековья. Тоже опыт встречи с такой неизвестной, трансцендентной, потусторонней реальностью. Да, некое явление эпифании. И вот эта вот эпифания, встреча разных миров, она может быть очень разной. Вот как нас учит средневековье. Это может быть и мистическое таинство. Именно на Евхаристии, в литургии встречался человек с этим иным миром. Это магическая практика, которая уже вторгалась и меняла каким-то образом мир. Это символическое познание, то есть изучение религиозных символов. И вообще постижение их, постижение вероучения. Это тоже вид того, как тот иной мир менял повседневную человеческую жизнь. Ну и вообще соблюдение религиозных норм. Это не этики религиозные, это не что иное, как подчинение человека той иной реальностью, которую он поставил выше себя. И вот это соблюдение нормы жизни, над этим и стоит задуматься нам. Потому что может быть и нам эта иная реальность диктует некие нормы. И надо создавать эту норму из ее требований. Потому что, опять-таки, зная из религиозных опытов, несоблюдение норм порождает грех и болезнь. Вот, собственно, здесь и нам можно ожидать каких-то последствий. Несоблюдение природы того, с чем мы сталкиваемся. И порождаемый этим условный грех и болезнь нашей же культуры. Таким образом, мы сталкиваемся с чем-то действительно непознанным и очень серьезным, квантовым микромиром. И это уже пришло в каким-то образом в нашу жизнь. Интернет пришел. Но возникли сегодня новые общества из этой встречи. Есть теории информационного общества, разные теории. Но сегодня пока складывается такой социологический консенсус, что, конечно, изменений очень много. Новое качество общества. Но таких вот тотальных изменений, изменений содержания природы нашего общества не возникло. Что возникло? Скорость и интенсивность коммуникации. Вот это ключевая особенность информационного общества. Новая взаимосвязь всего со всем. Или глобализация. Это тоже из этого же вытекает. Изменения международной системы разделения труда. Новые конфликты, новые проблемы. Да, очень многого нового. Но суть общества эти вещи не изменили. И наше общество, по сути дела, остается тем же обществом капитала, описанного Карлом Максом. Общество, в котором господствуют товароденежные, рыночные, капиталистические отношения. И особенно я бы хотел подчеркнуть, что после того, как воцарилось то общество информационное и внесло свои изменения, вообще практически стерлись идеологические разногласия. Нет иных картин мира, как было в прошлом веке. Нет вот таких глобальных разрывов и ломки цивилизации. Наоборот, какой-то возник такой консенсус. Это и хорошо, но это говорит еще вот о чем. Какими скрытыми смыслами живем мы сегодня. Если мы бросим в историю взгляд, то, конечно, всегда были вот такие глобальные большие смыслы. Ну, например, эпоха христианства. Она несла в мир идею духовного преображения. Идею тоже полного изменения человека, нового человека. Коммунистический 20 век на другой основе, но опять-таки нес какую-то мессианскую идею, идею коммунистического преображения. Вокруг нее возникали революции, битвы, холодные войны и так далее. А вот сегодня ничего этого нет. И вообще задаемся вопросом, а есть ли смысл у вот этой посткоммунистической, посткапиталистической эпохи? Об этом стоит нам думать всегда. Ну, и вот рассказав как бы под основе этих размышлений, перейдем к тем проблемам, которые я вижу. Мы сегодня живем как бы под лозунгом информация это свобода, а свобода это информация. И все практически с этим соглашаемся. Ну, посмотрим как реально обстоит дело и так ли вот все гладко с этим новым приходом информации. Легко ли мы можем его осваивать. Действительно информационная эпоха принесла огромный рост информации. По закону Мура каждые полтора года происходит удвоение мощностей по приему информации. И понятно, что эти мощности быстро заполняются, отсюда и весь этот самый рост. Ягантским образом вырастают прежде всего информационные рынки. И делая, обобщая, что такое информационные рынки, которые сегодня растут на почве вот этих технологических изменений. Ну, что это? Во-первых, это аппаратная инфраструктура, то есть рынок различного рода устройств. Он действительно там все плотнее нас окружает. Это программная инфраструктура, то есть рынок программного обеспечения. Тоже все время все что-то пишется, описывается, создаются новые программы, все более плотно нас окутывают. Сетевая коммуникационная инфраструктура, то есть кабели, линии связи, информационные носители. Опять же, все это нарастает, уплотняется. Ну и, наконец, конечно, производство контента, которое вот по этим проводам течет и наполняет. Я бы назвал это творческий информационный рынок. И вот, собственно, на нем мы и сконцентрируемся, потому что именно он и есть тот растущий поток информации, который в нас погружается бесконечно. Из чего он состоит? Ну, во-первых, цифровое телевидение и радио, трансляционный рынок. Здесь мы видим такой энергичный рост, ну, в частности, кабельного телевидения и вот всех этих новых программ, которые возникли в последние буквально десятилетия. Это отдельный рынок интерактивных онлайн-коммуникаций, то есть рынок услуг, рынок обучения, Uber, игры. Там все, все вот те вещи, которые наиболее интенсивно сегодня создаются в интернете, для которых интернет прекрасное средство. Рынок информационных сообщений. Это здесь мы тоже видим поток, как раз прежде всего через интернет, через онлайн-СМИ. Огромное количество сайтов, новостного потока, который нас охватывает. Ну, и, наконец, рынок информационных ресурсов. Хранилищ. Здесь сюда я отношу и книжные, библиотечные ресурсы, прежде всего. Вот мы видим, что действительно все из этих частей информационного рынка растут бешеным темпом. Наполняют освободившиеся каналы связи. Но что при этом происходит? Нам кажется, что свободы все больше, информационной свободы. Но вот здесь и можно начинать уже спорить. Я бы отослал опять классику французскому философу Беньямину, который в 30-х годах прошлого века написал статью произведений искусства эпоху технической воспроизводимости. Тема, под которой мы сегодня до сих пор живем и которую мы осмысляем. По сути дела, он обозначил вот тот исторический момент, когда возник такой феномен технической воспроизводимости. Если раньше существовала одна картина, одна книга, то вот пошла культура, в которой стало легко воспроизводить репродукции, копии произведений. И, конечно, уже тогда, как он и отмечал, за этим пошли огромные последствия. В частности, возникновение таких рынков этих репродукций, которые, собственно, и составили основу массовой культуры, массового творчества. А вот сегодня мы имеем вместе с интернетом новую фазу этого феномена и новую реальность, о которой, конечно, Бениамин еще не мог судить. Что это за особые такие моменты? Ну, первое, то, что практика развития информационных рынков привела к иллюзии, что реальным товарным рынком, из тех, которые я перечислил, является только ИКТ-инфраструктура. То есть, устройства, кабеля, вот то, что имеет предметный вид, вот за них надо платить. За устройство надо платить, я сегодня думаю, считает повседневный пользователь. А вот за контент платить не нужно. Это распространенная точка зрения, родившаяся из этих новых веяний. Говоря более общо, вообще информация, вот эта вот новая свобода воспринимается как некое чудо, некое такое отсутствие пределов, что цифровое сообщение вообще не нуждается в материи, в каком-то носителе, диске там или что-то. Это сообщение просто поток энергии, поэтому за сообщение платить не требуется, оплачивается только энергия, которая и это сообщение переносит. И, собственно, это понижение цены сообщения, да, и приводит к обесценению контента. Я бы назвал это вообще одним из таких ключевых моментов яд интернета. Нет разницы между первым сообщением и миллионов копий. Вот такого раньше никогда не было. То есть первое сообщение, да, возникает отдельно, как некая субстанция, да, условно говоря, как акт. А вот миллионы копий, они рождаются сразу тут же и практически они там бестелесны. Они вот уже, я считаю, вместе с этим сообщением в нем содержатся. И вытекающие из этого своего рода коллективное заражение умов. За копии не нужно платить, да, считается, что даже совершенно порядочные, очень нравственные люди, они спокойно, без зазрения совести пользуются там пиратскими интернетом, пиратскими копиями. И даже вот не считает, что, считает совершенно сознательно, что вот за эти вещи не нужно платить. Оно бесплатно само по своей природе. Вот таким образом происходит некое вообще обесценение копий, да, обесценение вот того, о чем писал Бени Мин, самого процесса репродукции технической воспроизводимости. Вот, и, кстати, одно из следствий этого, то, что в сцене снова повышается материальное искусство, да, уже очень четко разделяется то, что имеет реальный вид, да, там, сама картина художника, певец на сцене, да, и вот его копии в виде размножающихся в интернете практически бесплатных, бесплатных репродукций. И возникает, соответственно, вообще вопрос, образует ли пространство информационно-репродуктивных технологий сегодня вот в этих условиях, в этих условиях рынок. Так, я каким-то образом перепрыгну начало. Возникает угроза рынку как среде возникновения творчества, их можно назвать творческие рынки. Вот как чувствуют себя творческие рынки в цифровой среде? Вообще, я бы хотел начать с того, что далеко не всегда творческая деятельность возникала и протекала в условиях рынков. И далеко не всегда вот рынки были для нее благотворны, да, вот сравним случай Моцарта и его чуть младшего ровесника Бетховена. Да, Моцарт практически жил в рыночной среде, да, ждал, искал заказы, писал там что-то под них и знаем, как он умер. Вот, и рядом с ним существовал Бетховен, Людвиг Иван Бетховен, совершенно в другой атмосфере. У него был меценат. И он, собственно, благоденствовал, спокойно себе творил, несмотря на свои проблемы со здоровьем. То есть, конечно, в то время лучше было жить как Бетховен, а не как Моцарт. И вообще, рынки охватили творческую деятельность только начиная с эпохи развития капитализма. Вот именно тогда научились творцы продавать свое творчество. И именно благодаря этому механизму, то есть, рынку, вообще, творчество приобрело массовый характер. Так что заслуга рынка, и такая существенная, это создание массового характера творчества, среды, в которой мы и выросли, и к ней привыкли. Почему так происходит? Я бы назвал это молекулой творческих индустрий, такого творческого метаболизма. Потому что творчество никогда не происходит в одиночку с одним только художником. Я бы здесь выделил три ключевых элемента и человека, который в этом участвует. Ну, самая классическая схема. Продюсер, режиссер, артист. Продюсер, человек, инвестор, капиталист, к которому приходит идея. Он ее передает режиссеру, то есть, условно говоря, наемному специалисту, профессионалу, который знает, как оформить информацию, как ее подать. И уже режиссер ищет и нанимает артиста, который реально воплощает все это произведение. Точно такая же схема, мы ее найдем практически во всех областях творчества, именно рыночного творчества. Ну, а в нашем книжном формате это издатель, редактор, автор. И вот на картиночке я эту молекулу бы оформил вокруг произведения. Произведение никогда не бывает продуктом одного лишь автора. Вокруг него обязательно должны быть другие элементы вот этой молекулы. То есть, обязательно издатель, который инвестирует, который берет на себя риск и всю эту рыночную работу. Это редактор, который помогает оформить произведение, оккультуривает его так, приводит в какую-то упаковку. Ну, и автор, который непосредственно творит. Ну, еще раз подчеркиваю, автора здесь далеко недостаточно, чтобы возникло произведение. Тогда не будет молекулы. И для того, чтобы вот эта молекула была жизнеспособна, чтобы метаболизм, обмен энергиями и умениями происходил, необходима всегда была оплата, то есть, некий входной билет. И очень важно еще понимать, чтобы это все было возможно, чтобы продажа была возможна, само произведение должно было выступать как товар, материальный товар. И все, что мы имеем, это концепции произведения искусства как материальный товар. Вот, собственно, вот эта вот молекула, о ней дальше речи пойдет, она сегодня находится под угрозой раковой опухоли или вирусы, как хотите, которая может разрушить вот этот метаболизм. И цифровая форма, она и есть вот тот вирус, который может внедриться и все здесь поломать. Прежде всего, почему? Потому что цифровая форма чужда товару. Цифровая форма нематериальна в том виде, в котором мы имеем дело с товарами. Она, еще раз повторяю, со скоростью света, с квантовыми энергиями, она вот грозит ускользнуть от товарной формы. Не поддается обмену, интерактивной и так далее, и так далее. Здесь можно много примеров приводить. Ну, суть того, что вот именно цифровая форма и уводит товар из макропространства в микропростанство, где действуют совершенно другие параметры, другие физические пространства и время. И как результат этого, по сути, что творческий продукт концентрируется в первой цифровой копии и аннигилируется в последующих копиях. Именно поэтому он ускользает и не монетизируется классическим путем. Вот этот процесс мы можем наблюдать уже сегодня. Ну, чтобы обобщить, еще раз скажу, что рынок создал, по сути, массовую культуру, к которой каждый может приобщиться. А вот открытый интернет с этими цифровыми технологиями создают новый вид культуры. Массовидную культуру я бы назвал, где исчезает различие художника и зрителя, и писателя, и читателя, где вот эти базовые вещи, молекулы наши творческие становятся неразличимы. И постепенно мы видим это на наших глазах. Начиная с культуры андеграунда, интернет превращается в такой рупор массовидной культуры, поглощающей, вытесняющей культуру, элитную культуру шедевров, которая, собственно, нам и нужна. Нам не нужна, нам нужна, я так скажу, одна Ромео и Джульетта, которую написал Шекспир, а не тысячи подобных аналогов, которые возникают, могут возникнуть в открытой среде. И вот именно за культуру шедевров, вот здесь я и бью в набат. А мы можем наблюдать, как процесс, как только творческий продукт попадает в интернет, начинается его деградация. Ну, примеры. Началось все с музыкальной индустрии. В течение 2000-х годов, как только они появились, вошли цифровые технологии в эту индустрию, начинается падение продаж. Ну, прежде всего, на носителях, DVD и прочих. Все это практически очень резко упало. Интернет-каналы, которые более цифровые, которые были призваны компенсировать вот эти потери, они это не компенсируют. Подобный же процесс в киноиндустрии, чуть позже, да. Вы знаете, продажи на DVD и других носителях практически сошли на нет. А еще 10-15 лет назад, вот именно этот рынок распространения копий, он был больше, чем бокс-офис, чем кинопоказы. Сегодня практически все доходы идут от бокс-офиса, от реальных кинозалов. Аналогично в СМИ, особенно газетах, то, что переходит на онлайн-формат. Стремительное падение печатных СМИ. И уже все эксперты соглашаются, что газеты бумажные не имеют будущего. Книги не так, конечно, радикально, но тоже мы видим заметное снижение тиражей и продаж. И опять же, цифровые каналы не компенсируют потери. То есть, со всеми рынками, которые переходят в онлайн, происходит такая деградация. А вот те, кто не затронут интернет, те практически не испытывают рыночный удар. Ну, например, радио. Практически хоть там что-то добавилось, но никаких изменений нет. Или театр тоже живет себе совершенно независимо от этого, никак не затронут. Что же происходит в интернете? Откуда вот эти процессы деградации? И вообще, почему с одной стороны стремительный рост интернета, которому все радуемся. Мы, особенно в библиотечной среде. А с другой стороны, какие-то странные, неожиданные последствия. Я бы сказал, что основа-то этого, источник очень позитивный. Это раскрытие творческого потенциала. До сих пор всего населения, причем, до сих пор все население не было включено в производство информации. Работали рыночные фильтры, которые отсеивали только шедевры, только самых мастеров, писателей. Сегодня каждый может творить, каждый может публиковать, и все очень активно этим занялись. Этот феномен у нас называется веб 2.0. То есть, самостоятельное производство контента. Или самоиздатка, назовите. Вторая вещь, которая здесь тоже ключевая, это пиратство. Мы тоже с ним прекрасно знакомы. Бесплатное распространение издательского контента. Причем последствия примерно одинаковые в том и другом случае. В результате и того, и второго цифровой информационной каналы заполнились богатой информацией, но в основном самопроизводным контентом, который зашумляет традиционные каналы продаж. То есть, мешает продавать, мешает работать с качественным контентом, мешает его создавать. Ну, как примеры, наиболее симптоматичные, для всех очевидные. Журнал Playboy, мы его знаем, символ индустрии взрослого контента в 20 веке. Он первый расставил, как только интернет заполнился пиратским и самопроизведенным контентом. По такой же модели переживают падения и многие из других в прошлом могущественных медиа империй и медиа форматов. Более простой, но тоже аналогичный проект, например, с желтой страницей. Вы помните, он был в каждом доме, у каждого телефона в течение десятилетий. Сегодня он исчез, когда интернет заполнился информацией об адресах, ничего подобного не нужно. И если мы будем брать там по увеличению, то увидим аналогичный сегмент энциклопедии. Съеден коллаборативным интернет-проектом Википедия. Тоже практически не издается больше, особенно крупных энциклопедий. Ну и так далее. Новостные СМИ, энциклопедии, географические атласы, художественные альбомы, иллюстрированные журналы, учебная литература, художественная литература. Так или иначе страдают от этого процесса и сжимаются, как только переходят на цифровые рельсы. Говоря жестко-четко, производитель качественного контента гибнет, если рядом оказывается коллаборативный, то есть коллективный производитель аналогичного продукта. А выживает он только в том случае, если каким-то образом дифференцирует источники монетизации, находит вне рыночные пути. И если, например, ему удается прочертить рубеж качества, намного выше качества, который позволяет убедить пользователя, что это действительно платный контент, что за это стоит платить. Но далеко не у всех это получается так очевидно сделать. Еще есть вариант выживания для издателя, если удается утвердить монополию на сервисе. То есть только он это может сделать. Вот удивительный факт, вы, наверное, с ним знакомы. Вот сегодня из всего интернет-монетизации, из всего рынка интернет-контента, 92% занимает онлайн-игры. Они нашли модель, как платить за некую услугу добавочную. И получают практически все деньги интернета. А 8% уходит на кино, на книги, на СМИ, на все остальное, что в основном распространяется пиратским способом. Это, конечно, абсолютно нонсенс. И ясно, что в такой ситуации художник не выдерживает конкуренции с массовым любителем. Он не может, как профессионал, работать бесплатно. Любитель так и работает. И любитель просто, так скажем, количественно, вот этим информационным потоком давит художники. Мы, конечно, как издатели, очень остро это чувствуем. А художники чувствуют, думаю, вдвойне. Вот совершенно кратенько, чтобы видеть размах вот этого дополнительного ресурса, который вызвал к жизни интернет, ресурса Web 2.0. Обращу еще внимание на книгу классика американского ученого Блоссома, который еще 10 лет назад назвал этот феномен обществом контента. Обществом, в котором каждый не только и не столько читает, сколько пишет. Общество писателей. А где вот эти ресурсы возникают? Это и видеоресурсы мы прекрасно знаем. Такие как YouTube, Vimeo и прочее. Это фотобанки истоки. Там тоже огромные массивы контента. Это сайты литературного самоиздата. Тоже превосходно растут. Первые среди них Amazon. Ну и наших российских довольно много. Это торренты и варизные библиотеки. То есть с пиратским контентом. Такие как Fleboost и прочие. Это и свободные энциклопедии. В юридическом плане безупречные. А вот в плане создания новой культурной среды. Как раз самые главные лидеры. Ну и обращу внимание уже в нашем сегменте. Особое внимание на свободные научные архивы. Ресурсы открытого доступа. Киберлининга, архив Орки и прочее. Безусловно тоже как и все перечисленные. Это очень интересные технологии и ресурсы. Но мы должны понимать. Что вместе с ними приходит в наш дом. Они приносят огромное количество контента. Простоту доступа. Удобство. Вообще отсутствие количественных неких границ. Хранения информации. По сути дела именно эти ресурсы и составляют основу гигантского интернет трафика. Но вместе с этим они становятся убийцами творческих рынков. И как я здесь на рисунке показываю. Происходит разделение. В одну сторону идут и развиваются издательские ресурсы. У них одна жизнь. В другую сторону ресурсы открытого доступа. У них другая реальность. Чем она отличается. Это их жизнь. Издательских ресурсов. И ресурсов открытого доступа. Издательские ресурсы вам хорошо знакомы. Их задача обеспечить полный цикл производства продукта. Во главе которого стоит продюсер. Для которого требуются инвестиции. Он опирается на платный доступ. Это билет или подписка. Он опирается на рекламу. Которую и он сам потребляет. То есть является элементом расхода. И он сам производит. То есть реклама становится инструментом доходов. И вытекающая из этого проблема. Доход как правило издательские ресурсы могут извлекать только из медийной. То есть дорогой рекламы. А поскольку издательские ресурсы не могут конкурировать по трафикам. С ресурсами открытого доступа. То происходит отток рекламных доходов. Вот это и основной, как говорится, убийца творческих медийных рынков. А ресурсы открытого доступа. У них затраты связаны всего лишь с созданием площадки для публикации контента. И благодаря этому они обеспечивают массовый приток контента. А дальше уже все происходит само собой. Они опираются не на свою рекламу. А просто на модель поиска. Их всегда находят. Их всегда любят. Они сразу легко доступны. И у них вообще не требуется практически вкладываться в рекламу. За продукт не требуется платить. А реклама у них источников доходов. А не затрат. И вот именно за счет этих доходов. Контекстной рекламы. Так называемой. Они и существуют. Ну и разумеется при прочих равных. Ресурсы Web 2.0 обеспечивают и большую массовость. И больший рекламный трафик. Именно вот так они перетягивают на себя одеяло. И благодаря вот этой более успешной рекламной модели в интернете торжествует дешевая поисковая реклама. Которая способна обеспечивать только крупные глобальные проекты. Вот такие как YouTube и прочие. И при этом только создание самих платформ. Но никак не оплачивание контента. И ясно, что такая модель вообще не подходит для не глобальных, а для локальных, для частных контентных проектов. Она вообще с ее помощью, хочешь или не хочешь, никак невозможно создать качественный контент. В этом-то и источник проблемы. Ну а последствия быстро складываются в такие значимые глобальные вещи, изменения нашей культурной среды. Прежде всего в том, что вообще капитализм, так назову его, продюсер по-другому, уходит из контентных проектов открытого доступа. Вот там ему ловить нечего. Он там ничего не создать, не окупить не может. Вот художник использует их. В них он получает популярность, но не вознаграждение за свои труды. И соответственно постепенно уходит и он. Его усилия, то есть заработки, перемещаются на иные рыночные площадки, в другие формы. Все эти площадки постепенно с творческим, дорогим, так скажем, продуктом покидают. Промежуточно есть такой слоган «Обойтись без посредника». Некие попытки художника создать на этих площадках собственный издательский продукт и продавать его. Как на Амазон мы знаем, 50 оттенков серого и так далее. Такие есть те, кто выстрелили несколько проектов. Какое-то время это работает, пока питаются источники качественным контентом. Но если при этом разрушается сам издательский рынок, эти попытки бессмысленны. И на каком-то этапе они сходят на нет. То есть творческий продукт перестает быть издательским. Он становится таким авторско-любительским. Он перестает быть инвестиционным. И постепенно даже сам автор перестает вкладываться в него и создавать его. И мы с вами очень хорошо знакомы с этим явлением. Прежде всего в научной среде, в среде учебной литературы. Когда кризис автора. Автор уходит из этих форматов. Там он только может трудиться, но ничего не получать взамен. Потребительский спрос, конечно, находят иные каналы поддержки издательского продукта. Помимо рынка. Это гранты, госсубсидии, краудсорсинг. И во многом это вообще ведет за собой институциональные изменения. Например, госструктуры включаются в создание такого контента. Возьмем научные журналы. Когда коммерческие издатели перестали их создавать. Их стало явно не хватать. То взялись за это университеты. При этом все это уже не на рыночной основе. Потребитель рублем уже ни на что не может воздействовать. И разумеется, совершенно другая среда вообще возникает. Не то, к чему мы привыкли, не то, что мы понимали под научными журналами. Это только один из частных примеров, как может вообще уйти в сторону культурная инфраструктура. А вообще, если говорить именно в терминах интернета. После ухода продюсера и инвестиций, этот интернет рынок контента варваризируется. Выживают дешевые, такие низменные, самые массовые формы. Интернет заполняет форматы роликов, различных демотиваторов, низковкусных или безвкусных поделок, блогеров, фейковых новостей. И прочее, с чем, я думаю, вы прекрасно знакомы. Открою YouTube и на первых страхах видишь вот эти все шедевры. Помимо этого, повсюду расставляются капканы мошенников. Где вас ловят на какое-то там обещание, на псевдоуслуги. Информация собирается в огромных количествах всякими роботами, пауками. Без модерации, без проверки, без авторизации. И вот так вот интернет становится мутным болотом. Правда и лжи, чистоты и грязи. Вот это угроза, если ничего не ставить, не противопоставлять этому. То есть, просто освободиться от всяких контентных фильтров, то полная информационная свобода, она равносильна хаосу. И она, конечно, дискредитирует интернет, который все больше приобретает вот этот облик. Вот именно в этом смысле я и вижу угрозу культуре. И если она приобретет вся такой вид, то, конечно, это будет уже больная культура, как больной человек. Но сегодня культура еще защищается от вторжения варварства. И я вот сказал бы, что мы начали замечать уже глобальные последствия вот этой защиты, некого отскока от информационной свободы. Но, во-первых, обратите внимание, в глобальном политическом формате начало некой волны оттока от глобализма. Вот вам и Трамп, и Брекзит, и вся политическая ситуация в Европе. Люди устали от нового, от этого микса традиций, форматов, от безструктурности. Они хотят возвращения к традиции, к привычной структурности, к неким опорам, которые имели раньше. В нашей стране тоже я бы обратил внимание на некоторые тренды. Вообще, любовь и воспроизведение основы советской культуры. Растет госзаказ, субсидирование, цензура, законодательные ограничения, восстановление ценностей советской культуры. И часто это именно обращение к каким-то положительным ее началам. Но это все рождается таким информационным хаосом информационного общества. И вообще, происходит некий отскок, уход из интернета именно качественного продукта. В телевидении, которое не так страдает от этого. В кинозалы идут люди, в музеи. Там, где они видят и общаются с настоящим, не виртуальным. Виртуально вообще поставлено под знаком вопроса. Вообще, там, где доминирует материальный носитель, который от этого информационного потока остался более-менее защищен. И там, соответственно, снова находят прибежище именно издательский продукт и процесс. И вообще, постепенно растет критика интернета. Мы тоже это видим. Недоверие к критике, к его информации, растет его регулирование. А в некоторых странах, мы знаем, и закрывается интернет. И у нас эти голоса звучат, к сожалению, тоже уже достаточно громко. А в книгах я бы тоже обнаружил такую... Проявляется эта тенденция. Вот уже в 2016 году на Западе электронная книга продемонстрировала снижение. Раньше она активно росла. И восстанавливается печатный формат книги. И если говорить, как бы глядя в будущее, то правда, видимо, за тем, что интернет и цифровая среда не поглотят нашу культурную жизнь. И вот именно после этого отскока все большее право и самостоятельность получат те материальные формы, к которым мы привыкли, которые мы любим. Вот на картиночке я попытался вот эту схему медийного пространства будущего воспроизводить. То есть, все рынки, они оцифровываются и поглощаются вот этим цифровым пространством. Но при этом в нем остаются только те вещи, которые имеют и материальный аналог. То есть, книги, или театр, или кино, которые воспроизводятся не виртуально. Ну и, собственно, уже я в завершающей части, прослушав прочее, можем поставить вопросы. А вообще, может ли интернет заменить культуру? Может ли культура стать цифровой? И может ли интернет сам стать культурой, быть тождественным культурой? Вот, если мы везде ответим «да», то мы как раз и обозначим вот ту угрозу болезни. Если интернет станет культурой, то мы потеряем с вами многое из того, что я попытался описать. Ну, а вот в этой вещи я постараюсь больше сконцентрироваться, что именно ждет книгу. И, как говорится, лечить больного. Вот, вообще, надо видеть, что книга стоит под таким же давлением и угрозой деградации. И вообще, вместе с приходом интернетом завершилась целая эпоха книги, как монопольного носителя знаний. Мы еще пока живем тем представлением о той культуре, но она уже завершилась. Книга, как носитель знаний, действительно, она дарила культуре структуру. Она была связана с качественной подготовкой знания, с его пестованием. Вот мы привыкли именно к этому виду знаний. Интернет, как канал знания, он сегодня активно разрушает вот эту структуру и здоровье информации. Заливает знания информационным потоком. И книга, как мы видим, отступает стремительными темпами, к сожалению. А взамен приходят зачастую вот эти самые клиповые мышления, фрагментарность, информационная беструктурность. И надо понимать, что вот это уже изменение психики. Эти вещи могут полностью изменить наше сознание. Мы можем стать такими, что нам не нужна будет просто книга. Мы ее просто не сможем воспринимать. Вот я в своей книге пишу, отмечаю, что вообще книга была лабораторией абстрактного мышления. Вот кроме книги, кроме печатного текста, над которым можно подумать, абстракция, абстрактное мышление, оно вообще не может возникнуть. Интеллектуальной концентрации не будет. Вот сегодня молодежь, это вот клиповое мышление, она способна сразу видеть все, быстро все читать, перепрыгивать с одного на другое, но умеет ли она мыслить абстрактно. Вот это под большим вопросом. Во всяком случае, новая медийная среда, она не дает таких инструментов, чтобы это абстрактное мышление успешно развивалось. Вот, ну и важно, что книга это как раз удобный формат для вот этой вот молекулы творческого метаболизма, для организации работы разных людей, издателя, редактора, автора. А вот в открытом интернете, вот этот симбиоз размывается, и соединить этих людей зачастую становится невозможным. Так что вообще возникает вопрос, а совместимы ли книга и интернет? Не является ли это действительно и разными эпохами, и вообще разными модусами бытия? Я бы сказал, что нет, но только при том условии, если удастся вернуть книгу в интернете, если и интернет, и книга с книгой будет совместимы. Если вообще книга начнет оккультуривать интернет, что, собственно, к чему я и призываю. Ну и что такое книга в интернете, да, то есть цифровая книга? В общем-то, цифровую книгу не нужно бояться. Мы уже убедились, что это один из наиболее удобных способов воспроизведения текста. И он, цифровой формат, в данном случае совершенно адекватно сохраняет все то, что все блага, которые нам несла с собой книга. Ну и мы видим, что последние десятилетия потребления цифровой книги растет очень динамично, до 20% на Западе, да. В России гораздо меньше, до 3%, но если мы прибавим пиратский сегмент, то это будут тоже какие-то сопоставимые цифры. Около 10% потребления электронной книги. Но именно поэтому издатель боится сегодня в России интернета, да, и не идет туда. Это и есть одна из угроз. Вот, потом мы должны видеть, что в России сегодня происходит одно из самых стремительных падений книжного рынка. Больше, чем в Америке, больше, чем где угодно в мире. И это должно настораживать. Около 5% в год, считая вот с нашего кризиса 2008-го, бумажная книга потеряла 40% своего рынка. Еще два года, и это будет он уполовиниться. Вот, и что важно, от книги отвращает не электронная книга, да, а вот та самая пресловутая культура интернета, культура блогеров, клипов и так далее. Вот здесь мы и должны видеть угрозу. Вот, ну а вообще низкий уровень электронной книги, как у нас сегодня, 3%, да, это и значит низкий уровень интернет-культуры. С одной стороны, книгу воруют через интернет, а с другой, она именно от интернета и защищается бумажной книгой, да, что поддерживает рынок бумажной книги. Это вот такая безвыходная альтернатива, которая складывается сегодня. Тем не менее, как вот я убежден, оздоровление книгоиздательства, оно вообще должно происходить путем оздоровления культуры потребления информации, культуры самого интернета. Электронная книга, она и должна стать интернет-плечом издателя. Не путем кражи его контента, как происходит сегодня, да, а наоборот средством заработка, монетизации его продукта. Говоря обобщенно, вот в этом мой тезис, цифровая книга, на мой взгляд, это и есть способ удержать культуру в интернет-среде. Это своего рода ответ не книги интернета. За цифровую книгу в интернете мы тоже должны бороться. Это тот важный посредник между книгой традиционной культуры и интернетом, который обязательно должен быть. И особенно, я уже заканчиваю буквально, хотел бы обратить на рынок научной литературы. Это тот сегмент книгоиздания, который сегодня находится вообще в сверх критической ситуации. Ну, с одной стороны, вот здесь государство как раз поддержало сегмент легальных электронных ресурсов, ЭБС, созданием ЭБС, РИНС, да, здесь есть и позитив. А с другой стороны, вот либерализовывая этот сектор, то есть отказываясь от лицензирования, от грифов, от библиотечных нормативов, государство с 2008 года спровоцировало, по сути дела, финансовый обвал рынка научной и учебной литературы. Вот задумайтесь об одних только цифрах, они, правда, оценочные. Вот, по моим расчетам, с 2008 года, вот за десятилетие, финансирование этого сегмента снизилось с 4 миллиардов до 1,5 миллиардов. То есть, где-то в три раза упал объем этого рынка. И, конечно, никакие ЭБС не могут это компенсировать. Это при том, что общие расходы на образование росли. Вот, ну и причины этого тут тоже многообразны. С одной стороны, это рост зарубежных ресурсов, да, огромный отток в тот сегмент обезвоживания, соответственно, отечественного издательского процесса, на котором растут и воспитываются научные кадры. Но это тоже не должно так происходить. Не за счет отечественного книгоиздания должны расти зарубежные ресурсы. Вот, опять-таки, вмешательство институтов, да, когда ВУЗы принимают на себя организацию издательских подразделений, издательств, они вмешиваются в рынок, да, и издательский процесс становится все менее рыночным. Все это работает против рынка научной литературы. Это тоже такое неизбежное следствие вот этого процесса. Ну, и вы видите, или, может быть, не видите, что коммерческие издательства, которые продолжают работать на рыночных принципах в России, феноменально беднеют. Тиражи с тысяч упали до сотен, в лучшем случае. Многие издательства банкротятся и уходят, а многие превращаются в микроиздательства. Да, из крупного издательства вот в режим индивидуального предпринимателя. Издательств не становится меньше. Вот мы вчера встречались в книжной палате, было очень такое знаковое и высокого уровня мероприятие. Вот, отмечала там книжная палата, что видит процесс автономизации издательств, когда они становятся вот совершенно такими микроединицами, а не индустрией. Ну, и сюда входит, опять-таки, развитие ресурсов открытого доступа, что тоже стоит и поддерживать, и одобрять. Но, не компенсированные рыночным сегментом, оно тоже приводит к проблемам на нашем рынке научно-учебной литературы. Ну, и последнее действие с отменой нормативов в вузовских библиотеках, мне кажется, тоже все это ударяет по издателю. Вот то, что я попытался обозначить как болезнь, да, не знаю, можно ли это действительно прямо так, такими большими словами называть. Ну, в общем-то, в рамках этого подхода я и считаю, что интернет можно своего рода трактовать как опухоль, как некая угроза на теле российской культуры, поскольку посредством именно интернета, информационного потока внедряется такой варварский, дикий, совершенно нерелегулируемый поток информации, который разрушает информационные творческие рынки. В результате этого в интернете стало практически невозможно монетизировать контент. Вот это и есть фактор, который сулит гибель многим форматам культурной деятельности, несет для них тупик. Не исключено, и, конечно, для других каких-то форматах это как раз очень позитивно и питает. Но, мне кажется, мы не должны отказываться от шедевров, от художников. Нам нужны именно они, нам нужен Евтушенко, а где он среди этих сегодняшних авторов стихи РУ? Думаю, что даже если он есть, его уже не найдешь в этой среде. Таким образом, вопрос такой, доброкачественная ли эта опухоль или злокачественная? То есть, может она лечиться или она неизлечима? Я надеюсь, что это вообще просто пока болезнь роста нашего неумения справляться с тем бесструктурным информационным хаосом, который нас заливает. Но инструмент и лечение все-таки лежит в том, что уже и запретено, что мы имели в рынке. Он создал вот эту всю творческую культурную среду, которую мы имеем. На этих основах ее надо и оздоравливать, находить условия для прихода с новой инвестиций, продюсеров, издателей и так далее. Ну а интернет, он должен становиться тоже постепенно репозитарием, именно в том числе профессиональной, проверенной, качественной информацией. То есть, должна формироваться и создаваться какая-то гармония, где существует и мир веб 2.0, который я обозначил, и мир издательских продуктов, который живет на других принципах. То есть, информационный поток должен быть оккультурен, причем всеми доступными средствами. И антипиратским законодательством, и поддержкой отечественного производителя, общим повышением культуры потребления информации. Лечение, как мне кажется, возможно и очень даже доступно. Ну что ж, дорогие друзья, немножко я задержался, поделился с вами своими соображениями. Ну, надеюсь, они вам будут полезны и интересны в каких-то вещах. Мы с вами работаем практически на одном рынке, только по разную сторону. Вот, и вы видите, вот те опасные и для вас, в том числе, процессы деградации. Я считаю, что библиотекарь и библиотека вообще, как потребитель, прежде всего, качественных, творческих, авторских ресурсов, да, мы совершенно абсолютно стоим, находимся на одном корабле. Вот так. Посмотрю на вопросы, которые у нас возникли. Так, сертификат за участие. Ну, Павел Юрьевич объявил, да, там, при регистрации вы все это можете скачать. Так, вот такая реплика Михаил Павлович Малиновский. Думаю, что дело не только в цифровой технологии, но и в качестве контента. Музыка, книги, газеты, кино. Такое пишут, снимают, что смотреть не хочется. Но это вы подтверждаете мои слова. Да, само по себе качество контента, оно не возникнет. Оно возникает в определенных среде и условиях. Создатели шедевров всегда умели жить во внерыночной среде. Леонардо творил не для рынка. Но это я тоже вам подчеркнул. Я бы сказал так даже обобщенно. До прихода капитализма нерыночная среда была лучше. И примеры Бетховена нам показывает. Леонардо и всех остальных. Но вот после того, как изменились условия, сейчас вне рынка практически жить или невозможно, или очень сложно. Но тот, кто живет на гранты, он знает, каково это. А если мы говорим о массовой качественной культуре интересной, то все равно не получится всем гранты собрать. Научный подход. Так. Вопрос закономерности развития, эволюции, реализации многогранной гармоничной личности в обществе. Ну да. Согласен. Возникает вопрос на научно обоснованном прогнозировании и моделировании создания продуктов элитарной по сути культуры. Ну, в общем, да. Но мы не можем жить без элиты, без звезд, без шедевров, без первых художников. Если мы все будем авторами, но среди нас не будет первого, то и мы перестанем быть авторами. Нам нужен образец. Для элитарной культуры необходим новый феодализм. Оплачивать такой контент должны спонсоры крупной корпорации или государства. Ну, согласен. Да. Видите, это уже реплика, которая как ответ. Высоко конкурентоспособные предприятия смогут продавать свой контент в любых условиях за счет спроса именно на данный индивидуальный продукт. Юлия Борисовна. Вот соглашусь, очень правильная тезис. Да, вот мы видим вузы. Сейчас все вузы что-то издают, но среди них действительно только в топовых вузах высококачественный контент и здесь ничего не скажешь. Да. Но я вот обращал ваше внимание, что сами рыночные условия становятся сложнее благодаря этому. Они-то дадут шедевры, но остальным немножко тяжелее работать. Вы будете в лидерах продаж продуктов элитарной, но востребованность многими физическими и юридическими лицами в России за рубежом. Ага, ну что ж, согласен. Культура мышления – очень большая профессиональная тема. Да, проблемы цифровой безопасности, способность защитить авторский контент от вскрытия сайтов, скачивания. Ну, я очень рад, что вот прямо породил обмен мнений совершенно в русле того, что я говорил. Мои единомышленники. Так, позвольте попросить продолжить данную тему и спланировать регулярные встречи и семинары с веб-слушателем в рамках аналитических обзоров постановки проблемы. Это может иметь дальнейшие важнейшие шаги. Ну что ж, если вы поддержку этой темы проявляете, мы тогда будем стараться звать специалистов, медиаэкспертов, которые будут в целом о рынке говорить, о медийной ситуации. Мы самому эту тему очень близко, с удовольствием этим займемся. В книжных магазинах нет учебников для вузов по высшей математике и физике. Да, вот это одно из следствий такой массовидной культуры, да, когда уже качественный контент вот исчезает из тех институтов, где в принципе он должен быть. Он становится слишком такой узкий, распределенный. Его не просто теперь найти. Спасибо за полное исследование. Спасибо большое. Ну что ж, спасибо и вам за такой хороший теплый прием. Ну что ж, дорогие коллеги, да, спасибо всем за участие. Приходите еще на наши вебинары, в нашу Директ-Академию. Мы стараемся быть не последними людьми вот в этой теме. И хочется надеяться, что вам всегда будет интересно наше начинание. Да, ждем встречи с вами взаимно. Всего доброго. Коллеги, я хотел бы поблагодарить всех участников сегодняшнего вебинара, особенно Константина Николаевича, за такую интересную и продвинутую тему, которую сегодня он осветил. И хотел бы напомнить, что наши вебинары проходят каждую неделю. Приходите на наши вебинары и участвуйте в наших дискуссиях, которые открываются вот как сегодня в чате. Было очень приятно, что это вызвало такой большой отклик. Всего хорошего. До встречи на новых вебинарах. До свидания. 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 Продолжение следует...